17 апреля в городском центре досуга состоялось подписание соглашения о культурно-экономическом сотрудничестве между муниципальным образованием город Десногорск и Чауским районом Могилевской области Республики Беларусь. Очень приятно, что у нас сложились дружеские отношения с руководством. Очень приятно, что эти отношения сложились и между нашими людьми. Мы встречаемся, мы сотрудничаем, у нас есть общий интерес. Две недели назад я был в Германии, где заключили договор об обратимстве с городом Губин. Очень приятные люди, но нам трудно понимать, у нас есть разница языковая, у нас разные интересы, у нас разные страны, люди хотят общаться. Мы с вами понимаем друг друга, нам нужны переводчики, мы хорошо понимаем, мы знаем цены все и все дела, которые делаем мы. Мы общаемся. Поэтому у нас очень близкие корни. И я надеюсь, что независимо от того, кто будет завтра руководителем района Чаус, города Десногорска, у нас будут и дальше хорошие отношения, теплые между нашими людьми. Мы будем сотрудничать в культурной сфере, других социальных и экономических вопросов. Мы встречаемся с нашими Чаусскими друзьями не первый раз. Соглашение мы подписываем уже в пятый раз, можно сказать, такая небольшая юбилейная дата. Приятно то, что мы когда бываем в Чауссах, когда приезжают они к нам, мы встречаемся как с родными людьми. Мы очень близки. Все мы родом с одного государства. Мы отлично все это помним, Советского Союза. И благодаря мудрости, дальновидности наших первых лиц государства, президента Белоруссии, президента России, которые, несмотря ни на что, пошли на создание единого союзного государства. И мы сейчас не имеем границ. Мы можем спокойно ездить друг к другу в гости, вспоминая о том, что у нас есть не только близкие, но и родственные связи. В городе Десногорске проживает очень много граждан или людей, которые считают себя белорусами. В Чауссах я встречал и один раз там был, проживает смоляне, в том числе и жители города Десногорска, имея двойное гражданство. И никому это не претит. Мы можем друг с другом дружить и должны и обязаны. Мы это должны оставить нашим детям и внукам. Мы должны помнить о том, что мы славяне, что мы едины. Прошло уже четыре года с тех пор, когда в истории нашего города произошло знаменательное событие – подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Чаусским районным исполнительным комитетом и администрацией Десногорска. Все эти годы наши отношения крепли, закладывались и развивались общей традицией. Делегация города Чаусса Могилевской области, приехавшая на подписание соглашения, состояла не только из официальных лиц. Своим искрометным творчеством поделились и самобытные белорусские коллективы. После обмена памятными подарками начался праздничный концерт с участием творческих коллективов городского центра досуга и сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации Смоленской атомной станции. Со 2 по 29 апреля на территории нашего города проходит профилактическая операция «Мотоцикл». В ее рамках учащиеся первой школы совместно с сотрудниками полиции провели на улицах города волонтерскую акцию. Волонтерское движение у нас в городе так вот активно, наверное, действует в первой школе. Благодаря программам, которые работают уже несколько лет. У нас специально разработана для наших подростков, для 7-8 классов программа, называется «Данка». В рамках этой программы мы реализуем волонтерское движение. Я думаю, что наши ребята уже хорошо знакомы с жителем нашего города, потому что такие акции у нас уже вошли в хорошие традиции. Цели, которые преследуют наши ребята, конечно, это протянуть руку помощи, это показать, что доброе дело делается не за какое-то возграждение, а просто так. И вы, наверное, обратили внимание, что у нас символ волонтерского движения – это наши алые ленточки, которые горят на груди у ребят, как символ доброго сердца Данка, который отдал его для людей и во имя людей. Все наши волонтерские акции преследуют только одну цель – помочь. Помочь, может быть, кому-то напомнить, что что-то уже хорошо знакомо, но забывается. Помочь ребятам узнать о правилах дорожного движения. В нашей школе с этого учебного года, благодаря активной работе театральной студии «Радость» Архипова Алексея Александрович начинает проводить работу уже и с младшими обучающимися, и создал специальную творческую группу для детей, которые специально готовят маленькие такие красивые представления о правилах дорожного движения. И первое замечательное выступление уже состоялось у нас в День театра в первой школе. Ребята и инспекторы разъясняли десногорцам и гостям города, что мотоцикл, мопед, легкий квадроцикл и скутер – средства передвижения повышенной опасности, и раздавали памятки. Мы волонтеры первой школы. Я занимаюсь акциями уже второй год. Мне это очень нравится. Помогаю ребятам получить знания и информацию о правилах дорожного движения, чтобы они соблюдали, как вести себя на улице и на дороге. Волонтерское движение учит нас добру, милосердию. Мы помогаем людям. Мы им вручаем памятки для того, чтобы они их прочитали и никогда не нарушали правила дорожного движения. Проводимая акция направлена на снижение тяжести последствий при ДТП с участием несовершеннолетних детей, которые управляют легкими мотоциклами, мопедами и скутерами. Если ездит Бишлема на большой скорости, они могут легко там свернуть и упасть, и разбиться на осмелете. Они только себя подвергают опасности? Ну нет, и окружающие людей, потому что вдруг где-то человек будет переходить или что-то еще. Они могут, ну, врезаться, ну, как бы у этого человека, или заехать на, как сказать, тротуар, где будут люди ходить и кого-нибудь сбить очень сильно. Чтобы избежать увеличения печальной статистики многочисленных нарушений правил дорожного движения подростками, хочется напомнить взрослым, что в соответствии с пунктом 24.1 правил дорожного движения Российской Федерации, управлять скутером или ему подобными мотосредствами разрешается лицам не моложе 16 лет. Право на управление транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением. Уважаемые родители, мы обращаемся к вам с просьбой, прежде чем купить своему ребенку мотоцикл либо скутер, подумайте о его безопасности, чему это может привести, каким последствиям. Не забывайте, что скутером и мопедом ребенок может управлять только с 16 лет. Будьте, пожалуйста, внимательны и удачи вам всем. Редактор субтитров А.Семкин